В Самарской области завершилась процедура выдвижения кандидатов на пост губернатора. Для участия в избирательной кампании своих представителей направили различные политические партии региона. За процедурой выдвижения и регистрации кандидатов следят члены общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами. По словам председателя штаба Павла Покровского, завершение этапа выдвижения кандидатов и определение пофамильного списка потенциальных претендентов на должность губернатора – важная веха в политической жизни Самарской области и в жизни каждого избирателя. Выборы будут в Самарской области действительно на конкурентной основе. Это выборы, которые будут представлять реальный выбор для населения, сделать именно по кандидатуре губернатора нашего региона и сформировать повестку завтрашнего дня Самарской области. Мне хочется отметить, что это представители, которые представляют разные возрастные группы, которые представляют разные отрасли и профессии. Одна партия является непарламентской, и поэтому, конечно, это дает очень серьезную возможность для ее дальнейшего участия в политической жизни региона. По словам сопредседателя штаба по независимому общественному наблюдению за выборами, президента Нотариальной палаты Самарской области Галины Николаевой, сбор подписей в поддержку кандидатов на выборные должности проводился под пристальным вниманием Нотариата Самарской области. Нотариат Самарской области, как всегда, сработал практически на опережение. Были организованы, централизованы оформления подписей за кандидатов от партий, и порядка тысячи подписей депутатов различных местных уровней были засвидетельствованы установленным законом порядки. Для обеспечения законности и прозрачности электорального процесса на каждом избирательном участке на территории Самарской области будет вестись независимое общественное наблюдение. Стать наблюдателями могут все активные и неравнодушные граждане региона, достигшие 18 лет. Продолжается процедура набора независимых наблюдателей на избирательные участки нашей Самарской области. И я приглашаю всех жителей неравнодушных, которые принимают активное участие в формировании завтрашнего дня, прийти, обучиться и потом в единый день голосования, который, напомню, будет проводиться 10 сентября 2023 года, принять участие именно в процессе общественного наблюдения. Все общественные наблюдатели будут проходить обучение, в ходе которого квалифицированные педагоги расскажут о тонкостях избирательного законодательства и особенностях работы на избирательных участках в дни голосования. Галина Топилина, Николай Сидоров, События.